Тайга, горы, борьба с дикой природой. Но это не фильм о выживании, как может показаться сначала. Многие решения героев ведьма сомнительны с точки зрения спасателей. Это почти притчевая история о том, как выпадая из четко налаженной жизни, где все за них решено. И оказавшись вдвоем против стихии, герои становятся теми, кто они есть на самом деле, без повседневных масок. Ты не видишь, что со мной происходит? Ты ничего не чувствуешь? Хоть фильм и называется «Двое третье», не менее важное действующее лицо – само местодействие, где оказывается молодая семейная опара в поисках целебных родоновых озер. Глухая сибирская тайга. Съемки проходили в Ергаках. Этому негласному третьему герою мы тоже сопереживаем. Девственные места в ближайшем будущем станут очередным карьером по добыче полезных ископаемых. Апофеозом этой войны становится грудокасок, словно сошедшая с картины Верещагина. В этом фильме есть достаточно мощная экологическая повестка, что тоже актуально и для Сибири, и вообще для России, и для всего мира сейчас. Мы это все понимаем. Новые лица – молодые актеры, которые еще не примелькались на экране. Несомненный плюс фильма «Двое». Но несмотря на это, нашим зрителям многие на экране знакомы. В этом зале спасатели – сотрудники природного парка Ергаки, работники бас-отдыха, простые жители республики, ставшие консультантами и актерами. Я работаю в силовых структурах. Вообще пригласили знакомых, предложили попробовать. Сначала как бы сомневался, но потом начало получаться, и даже показалось очень познавательно, интересно. Снять кино, мне казалось, для этого гораздо легче, чем после того, когда я поучаствовал во всем этом. Съемки на природе и без того достаточно трудны, но режиссеру Тимофею Желнину приходилось бороться не только со стихией. Для меня эта природа знакома. Я с детства из этих краев, и у меня дед много таскал по тайге. Мне было самым сложным настроить группу, те, которые едут впервые сюда, правильно настроить, без иллюзий. Да, это красота, но эта красота коварна. Она может подставить. Погоду ее не закажешь, какие-то болезни, простуды, просто тяжелое состояние. Вылезти из палатки утром и сразу начинать работать где-то там в высокогорьях, в мокрую тайгу. Великолепные виды Саянских гор, знакомые каждому жителю Сибири. Реки и целебные озера. Картинка с экрана завораживает. А вот развитием сюжетной линии не все остались довольны. Недосказанность какая-то в фильме, это вот эта концовка, конечно, недосказанная, заставляет осмысливать уже этот конец. Ну это, конечно, лучше, гораздо лучше, чем современные боевики. Посмотреть нашу природу, конечно, обязательно надо идти. Это очень приятно, смотреть, узнавать свои родные просторы, любимые. Мы сотрудники МЧС, многие принимали участие, кому-то понравилось, было интересно. Уже в этот четверг фильм Тимофея Желнина двое смогут увидеть по всей стране. А вот увидят ли его в ближайшее время массовый зритель Хакасии, пока неизвестно. Проект коммерческий и переговоры о прокате картины в кинотеатрах Республики пока ведутся. Будем надеяться, что у вас появится возможность самим дать оценку и операторской работе, и игре актеров, и работе сценаристов. Наталья Чудина, Владислав Кустовой, РТС.